Расскажу о нулевых. Из чего было сделано лучшее десятилетие в истории России. Это тема январского номера 21 года журнала Эксквайр. Ссылка на первый номер 21 года журнала Эксквайр под видео. Там же вы найдете топ книги и фильмы нулевых. В России нулевых происходили процессы, которые невозможно было представить ни в бушующие 90-е, ни в зрелые нулевые. Ночные клубы соперничали в роскоши с большим театром. Роман о рублевских женах стал финалистом одной из главных российских литературных премий. Российские компании от млада до велика выходили на IPO и попадали в список богатейших в мире. Очевидцы и участники важных для страны события нулевых попытались ответить на вопросы, как невозможное стало возможным и почему ничего подобного, наверное, уже не повторится никогда. А я вас попрошу, пожалуйста, напишите в комментариях, что для вас значили нулевые. Из 20-го года Россия нулевых представляется какой-то запредельного уровня плодородной. Куда палку не воткни, тут же прорастет офис, а спустя полгода еще и выйдет на IPO в Лондоне. Вероятно, это были лучшие десятилетия послевоенной истории России, причем лучшие с точки зрения жизни обывателя. Бизнесмены, олигархи, геи, модели, чиновники, журналисты, всех по чуть-чуть и всем комфортно, примерно так выглядят нулевые в Российской Федерации. Жир нефтяных доходов пропитывал все. Олигархов, чиновников, богему, силовиков, интеллигенцию, офисный планктон. Общество пожирало рукколу с креветками, блокбастеры и бестселлеры, телефоны Верту, Евровидение, пельмени Дарья, разнообразные телешоу и ночную жизнь. Наши олигархи покупали самые большие лодки в мире, и это вызывало некую гордость. Сверхпотребление рождало завышенные ожидания. Завтра будет не просто лучше, чем сегодня, а драматически прекраснее. Будет Олимпиада в Сочи, чемпионат мира в Москве и Volkswagen вместо Lada. Сейчас это кажется анекдотом, но да, шли переговоры о покупке этого немецкого автоконцерва. В 2000 году лопнул нефтяной пузырь, но даже этого звука никто не услышал. Эпоха закончилась, а публика все еще продолжала рефлекторно дожевывать гамбургер в ожидании следующего сезона сериала «Упущенные возможности». А его так и не показали. Генеральный продюсер телеканала «Пятница» Сергей Евдокимов задается вопросом, не напрасно ли мы прожили нулевые? Миллениум, бум, рост, расцвет, благоухание, а самым старательным еще и бонусы в конце года. Тогда казалось, к чему ни прикоснись, все превращается в золото. То, что было недосягаемых, оказалось доступным. Нынешний исторический кризис в значительной мере кризис именно этой имитационной модели жизнеустройства, которой мы так увлеклись в нулевые годы. Имитация государственности, имитация выборов, имитация силы. Неудивительно, что лучше всего в эту эпоху чувствовали себя люди, которые эту имитацию могли обеспечить. Именно в нулевые страна превратилась в одну огромную площадку для пиар-компаний. Что дало возможность не задумываться о реформировании в принципе. Ведь какой смысл перестраивать подтемкинскую деревню, если она еще даже не построена? Нулевые – это эпоха небывалого расцвета индивидуализма. Но одновременно и наступление на личность. Именно в нулевые другой человек стал рассматриваться как средство достижения цели. Цели, сводимые, как правило, к банальному. Логика обмена стала превалировать над любой другой. Секс и молодость обменивались на деньги, деньги на статус, статус на лояльность, а лояльность на власть. Нулевые – это годы повсеместного огораживания. Высокие рублевские заборы, расчерчивание границ только для ВИП-клиентов и разделение на Россию айфона и Россию шансона. Именно в нулевые исчезло понятие общественной солидарности. Ощущение, что все мы являемся частью единого целого. Это хорошо заметно в энтропии командных видов спорта, где нужны взаимовыручка и коммуникация. Например, футбол. При этом индивидуалистические и даже нарциссические, вроде фитнеса, наоборот, расцвели. Нулевые – это вообще торжество мирка, который каждый обустраивал себе сам. Но оказалось, что за строительством собственного мирка не осталось общего мира. Нас, как нацию, уже мало что объединяет. Нулевые – это эпоха оборотень, по окончании которых все казалось не тем, чем казалось. Крушение сталархи иерархии привело к формированию новых, куда более сложных. Моральный релятивизм обернулся той же силой моральной фундаментализмом. Постмодернистская ирония превратилась в изощренный цинизм. А интернет, казавшийся главным достижением десятилетия, вместо единства только усиливал ощущение одиночества и содержание подменил упаковкой. Так неужели все эти 10 лет мы прожили зря и потратили лучшее время на том, чем вовсе не стоило заниматься? Если перефразировать Островского, то жить нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно, а было просто приятно за бесцельно прожитые годы. А нулевые, как ни крути, были приятной эпохой. Другая сторона десятилетия – это политика. Политолог Глеб Павловский подмечает главные тренды в российской политике нулевых и объясняет, почему эта эпоха, ставшая временем мира и дружбы со всеми, не могла не закончиться. В 2000-й год в Кремле появляется новый, решительно и сравнительно молодой президент. Закончилось десятилетие еще позитивнее. Три триллиона нефтедолларов жирительно пронеслись по России, слегка забрызгав ее население. Рост аудитории интернета в России за нулевые прыгнул с 3 миллионов к 40. И что невероятно, все эти годы власть ни во что не вмешивалась. Рунет был, наверное, самым свободным в мире. Страна стала сетевой. Путин дружил с президентом США Бушем-младшим и дружески предлагал поделиться с НАТО радиолокационной станцией. На горизонте не было угроз, а ожидались Олимпиады в Сочи и футбольные мундиалии. В нулевых Путин подходил под кандидатуру интеллигентного силовика. В популярность и лидерство первых лет он обязан гладкой питерской речью, включая нарочитой грубости, тоже свойственным этому типу. В 2008 году Сырков создает в Кремле центр пересмотра стратегии власти. Новая идеология становится агрессивно-изоцелянистской. Изоляция, да? Борьба с мировым терроризмом огняет Москву и Вашингтон. Дружба двух сверхдержав станет почти сердечной. В конце десятилетия призрак новой Антанты летает в воздухе, и уходящий американский президент ловит с Путиным рыбу. В декрете Путина 2004 года есть подражение президенту Бушу с его созданием Министерства внутренней безопасности и других немыслимых в США до 11 сентября институций. Импровизируя, Кремль холодно применил чужой эталон. Война с Грузией длилась неделю и кончилась замерением. К концу нулевых Россия дружила почти со всеми в мире, кроме Грузии. Даже на Украине началась демаркация границ России. Ежемесячно росло число стран безвизового въезда. Наступил мир. Путинский мир. Два яростно враждующих автора, Проханов и Шендерович, в начале нулевых одинаково расшифровали тайну Путина. Человек ниоткуда, человек никуда. Мистер никто, но дьявольский удачный. Россия хотела мира и получила его. Путин советовал прекратить истерику. Любой вопрос решаем. Если не весь бутылку, то есть телекран. Это было время скучнейшего телевидения. Политические новости и телешоу к концу нулевых становятся тошнотворными. Константин Эрнст тихо страдает от сурковской бесконфликтности среди дрессированных ньюсмейкеров на ролях без слов, которые озвучивают то, что поручает им администрация президента. Дело Юкоса стало взломом политической игры. Образовалось супербольшинство партии Единой России. Басаевская атака в Беслане дала повод для отмены выборов губернаторов. Президентские выборы 2004 года – это выход одного человека для торжественной пролонгации личной власти. Ручное управление входит в правила 2004 года. Мы найдем в нулевых все компоненты сегодняшней жизни. Взлет силовых сетей, захват имени экономики, появление теневых активистов, воззвание к национальному лидеру и даже загадочные отравления. В нулевых формируется разрыв, глубину которого заполнит следующие десятилетия. Нулевые начинаются Гарри Поттером, а заканчиваются Аватаром. Где Хиллари Клинтон, вручающий министру Лаврову глупую игрушечную кнопку с надписью «Перегрузка»? Тем временем складывается система глобальной игры Кремля, которому стало тесно в пределах России. «Карты сданы, можно начинать игру», – загадочно говорит Путин Бушу, надолго покидая Америку. В следующем десятилетии игра развернется по-крупному. Еще одна грань нулевых – общество. Прилепин рассуждает о том, почему после 90-х страна ждала от наступающего десятилетия большего. Но большего быть не могло. Захару пожизненно отвратительны 90-е. О нулевых есть что вспомнить, но замолвить и о них нечего. Нулевые – это такой замес из 90-х и 10-х. Прежнее 90-е оседало, новые 10-е вызревало. Есть ощущение плотного стыка времен от нулевых. России нужен был разгон для того, чтобы сосредоточиться. Государство едва-едва начинало проявляться почти неуловимыми контурами. Россия, закончив вторую чеченскую, посмотрев всей стороной брата и брата-два, медленно подходя к 08-08-08, с превеликим сомнением примеряла на себя этатистские одежды, еще не догадываясь, что этатизм не стоит на отрицании позавчерашнего дня. Кто мы такие, что мы строим, куда идем, ничего понятно было нельзя, никто и не понимал. В середине нулевых действующая власть перестала устраивать всех политически активных граждан. Самые ретивые и отъявленные либералы, звезды 90-х, почувствовали, что обмануты власти. Казалось бы, их люди продолжали сидеть на ключевых позициях и здесь и там, но у этих ребят неплохая интуиция, они видели, все поджирающие напор 90-х осмысленно тормозят. Отовсюду выползают эти самые, подбирающие все больше под себя силовики. И хотя силовики, на первый взгляд, делали примерно то же самое, что и за правила 90-х, пилили и перераспределяли, ничего хорошего либералам ждать от них не приходилось. Все 90-е хотя бы верили, что Борис Николаевич обрушится в ад и власть вернется в руки сама. Но теперь никто никуда рушиться явно не собирался. Нулевые закончились, болотные. Колонны разнообразной оппозиции сползались тот день на площадь революции. Но оттуда ведомые либеральными и националистическими вождями были уведены на площадь Болотной. Прилепин в тот день сказал, что с либералами больше дела иметь не хочет. Потому что они жулье и проходимцы, которые способны своровать все, что угодно. Даже массовое человеческое недовольство. Лимонов потом еще 9 лет писал, что у него украли революцию. А Прилепин ничего не писал, а наконец освободился от необходимости вводить ненужные ему приятельства и делать приличное лицо. Протест приватизировала буржуазия. Нулевые закончились. Осталось 3 года до Донбасса. Литература нулевых. На примере 4 писателей шеф-редактор Storytel Константин Мильчин рассказывает, какой была русская литература эпохи нулевых. Оксана Робский загорается и медленно меркнет. В 2005 году главным бестселлером года стал роман с никому непонятным названием Casual. Написанная короткими рублеными фразами, история жизни очень богатых женщин. Мужа раскачатся убили, но она не очень переживает, любви уже не было. Мужу незадолго до смерти случился роман на стороне. Но одной все-таки тяжело. Богатая жизнь и дом на Рублевке требуют постоянных расходов. То тут, то там возникают проблемы с прислугой. Особого смысла или цель задачи в жизни главной героини нет, как нет в ней и сильных эмоций. Но роман произвел колоссальный фурор. В довольно бедной стране все знали, что есть богатые люди, но мало кто представлял, насколько они богаты. Рублевка становится в нулевые благодаря Робске сладкой мечтой. Для мужчин их предел мечтаний заработать или наворовать столько денег, чтобы хватило на домик на элитном шоссе. Предел мечтаний для девушки выйти замуж за рублевского принца. На Рублевке обитают советские левицы. Чем они занимаются, никто не знает, но все знают, кто их королева элитописец. Оксана Робский. Кэжуал вышел очень вовремя. Страна хотела веселиться и потребляя. Цена на нефть росла, курс доллара был стабилен. Деньги на скромные развлечения стали появляться у все более широких слоев населения. Нужен был пример, как правильно потреблять. И Робский была готова показать. В одной из поздних книжек героиня, обычная девушка, решившая жить, как живут ее кумиры из глянцевых журналов, будет проклядывать границы в холодильнике. Вот тут мои суши, Калифорния, правильная еда, а вот тут глупые родители, ваш грустный, неправильный майонез. Помимо кэжуал, Робский написал еще около десятки книг. Но первый роман имел шумный успех. Четверть миллиона проданных экземпляров только за первые месяцы. Но потом читательский интерес все падал и падал. Робский первое время постоянно давал интервью, была в центре внимания СМИ, вела несколько передач на телевидении. Ее всерьез называли новым Достоевским. Но мирская слава непостоянна. Последние несколько лет о ней редко вспоминают даже желтая пресса. А если вспоминают, то только в статьях с заголовком вроде «Что сейчас стало с героем нулевых». Ничего не стало. Живет то ли в Америке, то ли в России. Пару раз вышла замуж, пару раз развелась. Как будто и не было первых строчек в списке бестселлера. Второй писатель Павел Санай, который внезапно оказался писателем. Живет на свете мальчик, его родители развелись. У мамы новый муж и новая жизнь. Мальчика отправляют бабушки и дедушки. Бабушка в нулю-ка любит, но на свою манеру. Только ее методы воспитания, запугивания, истерика и тотальный контроль. Повесть Санаева «Похраните меня за Плинтусом» была написана еще в 1994-м и через два года была напечатана в журнале «Октябрь». В начале нулевых она вышла отдельной книгой. И к середине десятилетия стала бестселлером, а потом и лонгселлером. С одной стороны, в повести многие узнали методы воспитания, которые сами подвергались в детстве. С другой, жизнь знаменитости всегда любопытна. Ведь мама и отчим Лиса Алиса и кот Базилио. Ролан Быков и Елена Санаева. С третьей немалую роль сыграло умение автора Павла Санаева смешно описывать свой чудовищный и травматичный опыт. Самого Павла Санаева, переводчика и режиссера, тогда считали автором одной книги. Еще до того, как в 2013 году вышла книга «Хроника раздолбая» «Похраните меня за плитусом 2», критики и читатели шутили о том, что Санаев откопал стюардессу и собирается снова выжить из старого сюжета читательские эмоции и деньги. Удивительное дело, новая книга оказалась вполне самостоятельным и умело написанным произведением, симпатичным романом «Взросление на фоне краха Советского Союза». А подзаголовок про Плинтус – маркетинговым ходом издательства. Уже 7 лет Санаев утверждает, что пишет продолжение. Несколько глав можно прочитать на соответствующем сайте, но индикатор готовности второй части по-прежнему показывает 10%. Вместо того, чтобы сочинять новую книгу, Санаев регулярно рассказывает о себе в Инстаграме, как он ее пишет, отчего нам, преданным фанатам, очень грустно. Третий писатель нулевых – Гришковец. Гришковец стартовал чуть раньше, в наступлении «Миллениума». «Как я съел собаку» – первый моноспектакль впервые был показан еще в 98-м. В 2004 году Гришковец уже популярен и востребован. На спектакле «Дредноуты» полные залы по всей стране. Тогда же выходит его дебютный роман «Рубашка». Сейчас бы ему присвоили модный ярлык автофикшн. Главный герой мечется по Москве и дотошно фиксирует свои похождения. Вот друг прилетел из Сибири, его необходимо встретить в аэропорту. Вот любимая женщина и пора, наконец, открыть ей свои чувства. Вот строптивый подчиненный, и его надо грамотно унизить и уволить. Вот множество ситуаций, в которых стоит остановиться и подумать. Предложите это почитать кому-то в 2020 году, и читатель воскликнет. Ну что же за бессмысленная пошлятина. Но в 2004 году такие приемы и мысли казались свежими. Жизнь активного обитателя мегаполиса еще не была воспета глянцем, романами, сериалами. А тут нам предлагали книгу про город и про нас, которые в нем живут. Страдают от пробок и глупых коллег. Бухают и в кого-то влюблены. Та же история, в той же стилистике, Гришковец продает нам под разными обложками и по сей день. Четвертая книга писателей нулевых Илья Стогова, который пришел на праздник слишком рано. У кого было бурное десятилетие, так это у Ильи Стогова. Баятельнейший человек, убежденный либерал, потрясающий рассказчик и звезда петербургского глянца. Он одним из первых начал писать городские романы. Такие, в которых есть и сладкие, и горькие аспекты жизни в большом городе. И юмор, и вечеринки, и подробности рабочих будней, и безумные ночи, и разоблачение заговоров, и бессмысленность бытия. Роман «Мачо не плачет» вышел еще в 2001 году. Неплохо продавался и прославил автора. Но супер-бестселлером не стал. Это потом, в 2006 году, хитом станет Духлис Минальва. Стогов стартовал слишком рано. На такую прозу в начале нулевых еще не было массового читателя. Прослойка экономически активных горожан тогда была еще слишком маленькой. Стогов вообще всегда начинал слишком рано. Он писал книги о своих странствиях по Азиям и Африкам в середине нулевых, еще до того, как начали ездить, писать и читать о путешествиях все. Во второй половине нулевых он затеял Стогов Проджи, собственную серию нонфикшн, в которую вошли книги и о скинхедах, и о ленинградском роке, и о роке вообще, и о русском порне. Порно, да? Но вот беда. Тогда еще почти не было русского нонфикшна, не было традиции его читать. Азиям. И еще одна писатель нулевых это Юлия Латынина. Именно на нулевые пришлось ее расцвет. Огромные тиражи, знаковые произведения, узнаваемость, статус эксперта по всем на свете вопросам, реклама новых книг на билбордах. Специалисты делят творчество Латынина на три основных этапа. Фантастический, олигархический и кавказский. Фантастический пришелся на 90-е. Книги писались явно под влиянием братьев Стругацких и конкретно романа «Трудно быть богом». Латынина перешла от проблем империи на далеких планетах к отечественной промышленности. В романах «Охота на изюбре», «Стальной король», «Промзона» есть хороший олигарх, он сильный мужчина и пытается играть по-честному. Его враги играют по-нечестному. Не без потерь герою дается дойти до конца одной книги и перейти в другую. Разделавшись с олигархами, Латынина подсела на тему Кавказа. О войне силовиков и боевиков написаны романы «Джахан-нам», «Не я сбег» и «Земля войны». Коллизия во всех романах примерно одна. Есть хороший уроженец Кавказа и есть террорист. Оба сильные мужчины. Есть хороший ФСБшник, например, спецназовец. Он тоже сильный мужчина. И есть плохой ФСБшник, который все страдают. Он же, он не сильный мужчина. Финал, как у греческой трагедии. На сцене «Город трупов». Кто виноват? Российское государство, конечно же. К Кавказскому циклу можно отнести и космо-оперу «Невь». Действие, которое разворачивается на отдаленных планетах. В роли ФСБшников спецслужбы земной империи, в роли кавказцев космические чеченцы. Они называются по-другому, но такие же благородные и сильные мужчины. Проза Латынины нулевых была увлекательна. Читалась на ура, но написана чудовищно. Неуклюжие метафоры повторяются неоднократно. А отдельные обороты ужасны своей непосредственной физиологичностью. Но в 2000-е без этой яростной прозы, полной проклятий в адрес коварного государства и восхищениями гордыми или космическими вармарами, было бы очень грустно. И в заключение топ-10. Чтобы вспомнить, чем жива Россия нулевых, предлагаю посмотреть фильмы или прочитать книги из числа знаковых той эпохи. Под видео вы найдете ссылку на данные книги и видео. Топ-10 книг нулевых. «Свои» режиссер Дмитрий Мецкий. «Возвращение» режиссер Андрей Звягинцев. «Брат-2» режиссер Алексей Балабанов. «Бумер» режиссер Петр Буслов. «Копейка» режиссер Иван Дыховичный. «Простые вещи» режиссер Алексей Тапогребский. «Эйфория» режиссер Иван Врыпаев. «Остров» режиссер Павел Лунгин. «Изображая жертву» режиссер Кирилл Серебренников. И «Девятая рота» режиссер Федор Бондарчук. Меня зовут Андрей Колесников. Под видео вы найдете ссылку на номер Эксквайера, который посвящен нулевым. А также данные книги. Подписывайтесь на канал и пишите, что для вас нулевые. Мне будет очень интересно ваше мнение.